Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать! Сегодня я к вам с интересным и очень надеюсь полезным видео. Сегодня мы с вами будем говорить про соль. Я с вами поделюсь теми рецептами, которые знаю я. Вы меня в комментариях обязательно дополняйте, потому что каждая хозяйка пользуется солью не только в кулинарии. Соль можно использовать в быту, соль можно использовать в медицине. Поэтому, друзья, давайте будем делиться рецептами, потому что соль всегда есть в наличии, она недорого стоит и у нее на самом деле огромные возможности. Если вы купили средство для мытья посудой и оно не оправдало ваши ожидания, плохо пенится, плохо отмывает, жидкая, ситуацию можно исправить при помощи двух ложек. На 1 литр посудомоя нужно добавить 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку соды. Друзья, что дадут эти два ингредиента? Благодаря соли и соде все засохшие загрязнения будут отмываться в разы быстрее, то есть они очень быстро будут становиться мягкими, податливыми. Благодаря соде ваш посудомой будет эффективнее пенится и средство будет более густое. Если вам нужно спасти полинявшую вещь, возьмите пятновыводитель БОС и соль. Все это продается в любом сетевом магазине. Значит, берете теплую воду, добавляете 1 стакан соли, можно добавить даже больше, можно добавить 2-3 стакана соли, ну все зависит от размера вещи, которую вы спасаете. И полстакана пятновыводителя БОС. Значит, вещь в растворе нужно оставить как минимум на 8 часов, но раствор не должен быть горячий. Особенно, если вы спасаете цветную вещь, чтобы у вас вещь дальше еще сильнее не полиняла, то есть температура воды теплая. 8 часов в этом растворе даст желаемый результат. Вещь будет полностью спасена от посторонней краски, которая у вас появилась в процессе неправильной технологии стирки. Продолжаю тему стирки. Я думаю, что каждая хозяйка знает, что если нужно избавить тюль либо занавеску от серости и желтизны, то нужно взять соль. Значит, берется теплая вода, добавляется максимально много соли, можно добавить даже полкилограмма, можно добавить килограмм. Опять же, все зависит от размера вашей занавески. Опустить занавеску в соляной раствор и оставить на часа 2-3. И, друзья, все загрязнения, вот все какие-то пятна, которые были на вашей занавеске, они станут мягкими, податливыми. Занавеска избавится от пыли, от серости, от желтизны, потому что соль, она способствует тому, что все, что есть внутри вашей занавески, все, что она за год накопила, соль это все выбивает на поверхность, все выбивает наружу. И вам останется просто в мыльном растворе постирать занавеску и наслаждаться белоснежным результатом. И соль бывает не только поваренная, бывает еще и бешофитная минеральная соль, она очень полезна, есть у меня отдельное видео на канале, все вам подробно рассказывала. Значит, такая соль продается в аптеке, абсолютно любой бренд, главное, чтобы не была подделка. Но стоит такая соль недорого, поэтому редко подделывают бешофитную соль. Так вот, друзья, где ее можно применять? Основное назначение бешофитной соли, это компресса для суставов, тоже вам об этом говорила, и бешофитная соль, она очень хорошо способствует восстановлению кожи от экземы, псориаза, значит, какой-то аллергии. И также бешофитную соль, вот в жидком виде, бывает бешофитная соль, вот такая вот кристаллическая продается она в магазине, фикс прайс в том числе, кстати. И жидкая, но жидкой пользоваться удобнее. Так вот, жидкую бешофитную соль я добавляю в шампунь. Вот если чувствую, что в голове появилась перхоть, волосы стали очень сильно выпадать, то есть волосы стали тусклые, некрепкие, добавляю 1 чайную ложку на 500 мл шампуня, и волосы очень быстро восстанавливаются. И очень хорошо бешофитную соль, вот жидкую, добавляют в шампунь летом, когда знойная жара, потому что я вам тоже об этом, прям уже, наверное, все уши прожужжала. Но бешофитная соль очень хорошо снижает потоотделение, то есть если сильно потеете, можете эту бешофитную соль добавлять не только в шампунь, но и в гель. И заметите, уже через неделю, наверное, точно заметите, что потоотделение стало меньше. В жару прям с волос не течет, ну, то есть вот такой вот очень хороший результат. И как вы поняли, соль можно использовать не только в быту, не только в кулинарии, но и в медицине. Самый, наверное, легкий способ снять суставную боль, это солевые повязки. Делается все очень просто. Берется 1 литр теплой воды и 100 грамм, лучше крупной соли. Все это нужно хорошо растворить. Значит, взять кусочек марли, либо кусочек бинта, значит, опустить в этот раствор на 3-5 минут и затем отжать. То есть отжать до такого состояния, чтобы с марли не текло, но и она не была сухой. Приложить к больному месту и заклеить пластырем, то есть зафиксировать. Оставить на несколько часов, лучше, конечно, на ночь. И вот если у вас боль такая ноющая, которая никак не проходит, и вам не хочется пить таблетки, то солевые повязки эту боль уберут, ну, буквально через 3-4 дня. Поэтому, друзья, попробуйте при необходимости. Сейчас лето, и засоры это частое дело. Так вот, друзья, для того, чтобы не запускать ситуацию, нужно, конечно, делать профилактику против засоров. И проще и безопаснее всего это сделать дешевле при помощи обычной крупной поваренной соли. 3 столовые ложки соли заливаю в слив и выливаю максимально горячую воду. Значит, даю поконтактировать, ну, наверное, минут 15-20. Дальше спускаю в воду и таким образом делаю профилактику. Засор летом случается крайне редко. И также солью мою все магазинные фрукты и также домашнюю клубнику. Несмотря на то, что она из дома, все равно промываю ее солью для того, чтобы всех жучков, всех червячков оттуда убрать. Значит, что дает соль? Во-первых, она качественно промывает фрукты, овощи и сохраняет их свежесть. То есть, фрукты, промытые солью, хранятся дольше. Друзья, можете проверить мой рецепт. Соляной раствор, на мой взгляд, лучшее спасение от укусов насекомых, особенно для деток. Поэтому беру теплую воду, растворяю в ней соль, хорошо пропитывая ватный диск и прикладываю его к месту укуса. Буквально несколько минут и укус вас больше не беспокоит. Если ваши махровые полотенца стали жесткие, как наждачная бумага, то спасти их может тоже соль. Нужно взять таз, налить теплую воду, добавить 1-2 стакана соли, опустить полотенца, оставить их примерно на 30-40 минут, затем постирать. Друзья, вы свои полотенца не узнаете. Благодаря соли они избавятся от моющего средства, которое накопилось внутри волокна, потому что соль, вот все, что есть внутри полотенца, будет выталкивать наружу. После соли они у вас будут мягкие, они будут яркие, ими будет очень приятно пользоваться. Если вам нужно спасти чугунную либо металлическую сковородку, просто возьмите соль. 2-3 столовые ложки кладете на дно сковородки, ставите медленный огонь и нагреваете. Нагревайте, пока соль не станет такого светло-бежевого оттенка и не пойдет легкий дымок. Дальше отключаете плиту, высыпаете соль и сковородку хорошо смазываете маслом. Лучше, конечно, если это будет кокосовое либо льняное масло, если такого нет, подойдет обычное подсолнечное. И ваша сковорода, которая еще недавно все прилипала, будет отлично жарить и радовать вас дальше. И последний совет, который появился в этом году в копилке моих полезностей, это чистить кухонные тряпки и губки при помощи соли. На губку нужно положить 1-2 столовые ложки соли и сверху все залить 9% уксусом. Дать раствору, поконтактировать с губкой минут 15-20, дальше губку промыть водой и она будет чистая, без бактерий, грибков и так далее. Друзья, попробуйте. На этом, друзья, буду заканчивать свое видео. Вообще, применение у соли огромное. То есть, солью можно мыть термос, можно отмыть детские бутылочки, можно мыть стекло, можно добавлять... Вот если вы моете пол, вам нужно сделать дезинфекцию. Вообще, применение огромное и в медицине, и в бытовом направлении тоже рецептов огромное количество. Вот я поделилась 10-ю, вы меня в комментариях обязательно дополняйте. Если вам нужно продолжение, тоже напишите об этом. Я поделюсь еще рецептами с применением соли. Друзья, вас же благодарю за просмотр. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, в Одноклассниках. Там у меня очень дружная команда, там больше полезной, интересной информации, поэтому присоединяйтесь. Всем пока!